Мировая атомная энергетика вступила в зрелую фазу своего развития. Многие реакторы выработали ресурс, заложенный проектировщиками. Пришла пора выводить их из эксплуатации. Из более 400 энергоблоков АЭС, построенных в мире, четвертая часть подошла к окончанию срока своей жизни или остановки. В ближайшие годы вывод из эксплуатации атомных станций будет становиться все более актуальным. И сколько бы ни отодвигали срок их закрытия, все равно придется это делать. Вывод из эксплуатации связан с целым рядом социально-экологических, экономических, технологических и нравственных проблем. Поэтому важно, чтобы в интересах мирового сообщества и каждой атомной страны этот процесс был максимально прозрачным. Своевременное и прозрачное для всех планирование вывода отработавших свой срок атомных реакторов поможет избежать лишних затрат и сделать этот процесс более безопасным. В идеале, каждая станция может быть разобрана до зеленой лужайки с неограниченным использованием. Другой вариант, так называемая коричневая лужайка, когда частично могут использоваться здания и сооружения для других целей. Каждая страна, приступившая к выводу из эксплуатации своих реакторов, ищет свой путь для решения социальных и технологических проблем. Изучение мирового опыта, его адаптация для каждой страны, становится важной задачей для тех, кто встает на этот путь. Это позволяет избежать ошибок, сделать процесс более прозрачным, эффективным, дешевым, а значит, более безопасным и социально приемлемым. Технология вывода из эксплуатации состоит из следующих этапов. Остановка реактора, выгрузка отработавшего ядерного топлива, размещение отработавшего топлива в хранилище или его безопасное захоронение, дезактивация и демонтаж оборудования и сооружений. Последний работающий реактор на атомной станции Грейфсвальд был остановлен 18 декабря 1990 года. Закрытие реакторов ВВР-440 в Грейфсвальде началось после публикации отчета о состоянии безопасности станции. Эксперты Национального агентства по ядерной безопасности выявили не только конструктивные дефекты, но и серьезные недостатки в культуре безопасности персонала станции. Выводом из эксплуатации атомной станции и демонтажом блоков занимается концерн энергии верки НОР, специалисты которого разработали производственно-техническую документацию на проведение демонтажных работ АЭС Грейфсвальд и ее предшественника энергоблока АЭС Рейнсберг. В настоящее время Грейфсвальд и Рейнсберг самые большие проекты по выводу из эксплуатации АЭС в мире. В 1994 году была разработана концепция вывода из эксплуатации, согласно которой работы могут осуществляться теми же инженерами и сотрудниками, которые эксплуатировали станцию. Сейчас 95% работ осуществляется силами самих работников АЭС. При создании первых АЭС считалось, что когда придет время их закрытия, целесообразно выждать лет 50, когда распадутся многие радионуклиды в материалах конструкции. После этого будет дешевле и безопаснее разобрать строение, демонтировать и захоронить оборудование с остаточной радиоактивностью. На АЭС Грейфсвальд после анализа возможных вариантов стало понятно, что вывод из эксплуатации энергоблоков без периода ожидания более оправдан с экономической и социальной точки зрения. Дозовые нагрузки на персонал при этом в процессе вывода оказались меньше, чем во время эксплуатации станции. Ежедневно на станции откручивают, пилят, режут, демонтируют, упаковывают и перевозят до 25 тонн материала. Для разборки отдельных частей реактора, а также другого радиоактивно загрязненного оборудования были разработаны специальные технологии. Части реактора с наибольшим уровнем радиоактивного загрязнения разрезают под водой. Манипуляторы управляют режущими инструментами и перемещают отрезанные конструкции на станцию упаковки. Таким способом необходимо демонтировать около 2000 тонн материала. Сейм Литовской Республики принял закон о снятии с эксплуатации первого блока Игнолинской атомной электростанции. В феврале 2001 года была принята программа его вывода. Она определила мероприятие, которое необходимо выполнить в течение 2001-2004 года. Во многих странах с началом эксплуатации атомных электростанций отчисляются средства в фонд снятия с эксплуатации энергоблока. Деньги в этих фондах накапливаются в течение всего периода работы станции. В Литве такой фонд был создан только в 1993 году. Каждый год Министерство хозяйства Литвы рассматривает и утверждает план реализации программы снятия с эксплуатации первого блока Игнолинской станции. План содержит перечень конкретных работ, график их реализации, ответственных исполнителей, расходы и источники финансирования. Литовское правительство приняло решение, что Игнолинская атомная станция будет сниматься с эксплуатации по сценарию демонтажа после остановки выводимого энергоблока. Это позволяет задействовать на работах по снятию персонал самой АЭС, хорошо знающий ее конструкцию и особенности. Сегодня на станции создан большой отдел по выводу из эксплуатации. Первое, что мы сделали, создали специальную группу управления проектом. Выбрали западную компанию, которая имела такой опыт. Это был консорциум из трех стран – Великобритании, Бельгии и Швеции. Перед группой ставилось две задачи. Разработка проекта снятия с эксплуатации первого и второго блока Игнолинской атомной станции. В результате такого сотрудничества был проанализирован богатый опыт трех стран по снятию с эксплуатации. Мы умели хорошо строить, пускать атомные станции, эксплуатировать. И вот теперь мы их закрываем. То есть мы занимаемся этим делом впервые, но в продолжении основной деятельности. Это как жизнь человека. Родился, учился, вырос, работал, а потом женился и умер. Вот так примерно этот цикл повторяется и в атомной станции. 31 декабря 2004 года первый блок Игнолинской станции был остановлен и начался этап эксплуатации остановленного реактора. В нем еще осталось невыгруженное ядерное топливо. Необходимо обеспечить систему контроля безопасности, систему поддержания водно-химического режима, вентиляции, мониторинг радиационного контроля. Правительственное агентство по контролю за ядерной безопасностью, ВТСИ, следит за соблюдением правил безопасности на атомном объекте, принимает решение о выдаче лицензии. После удаления отработавшего ядерного топлива как из реактора, так и из пререакторного бассейна выдержки, где она охлаждается водой, энергоблок будет свободен от высокорадиоактивных отходов. Это будет объект уже не ядерный, а радиационная опасность. Энергоблоку предстоит пройти процедуру дезактивации, отмывки, а затем демонтажа оборудования, за исключением шахты-реактора. Парламент Швеции еще в 80-е годы принял решение о постепенном закрытии атомных станций по мере выработки ресурса. Но первый, не самый старый шведский энергоблок АЭС был закрыт в 1991 году на атомной станции Барселик. Главной причиной ее закрытия стало давление со стороны соседней Дании. Датчане, отказавшись от строительства АЭС на своей территории, не могли мириться с тем, что на другом берегу пролива, в 19 километрах от их столицы, была сооружена шведская АЭС. 31 мая 2005 года был закрыт второй и последний блок шведской станции Барселик. После закрытия станции все топливные сборки изъяты из активной зоны и размещены во временном хранилище отработавшего ядерного топлива. После этого станция была законсервирована. Это будет период ожидания до выполнения работ по полной ликвидации. Сейчас руководство станции считает, что это произойдет в 2017 году. Пока нет места для приема всех образующихся при демонтаже отходов и окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива. Помимо технологических решений вывода из эксплуатации энергоблоков, нужно заботиться и о решении социальных проблем персонала, теряющего работу при остановке станции. Это одна из наиболее сложных задач. Можно выделить следующие составляющие социального блока программы вывода из эксплуатации. Переобучение и трудоустройство работников в выводимой АЭС. Реструктуризация АЭС за счет выделения отдельных подразделений станции в самостоятельные предприятия. Компенсации и льготы увольняемым сотрудникам. Создание альтернативных рабочих мест и новых направлений бизнеса в городе-спутнике АЭС. Закрытие АЭС Грейсвальд происходило в сложной общественно-политической ситуации. Только что произошло объединение Германии. В восточной ее части производство почти остановилось, так как не могло конкурировать с западногерманскими производителями. Росла безработица. Власти Объединенной Германии принимали активные меры по смягчению социально-экономических последствий закрытия станции. В структуру АЭС входило много вспомогательных подразделений, начиная от ремонтных цехов и заканчивая столовой. Работники станции, закрывшиеся в одночастие, оказались мало подготовлены к свободному плаванию в рыночных условиях. Численность персонала на момент принятия решения о закрытии станции составляла 5400 человек. Для смягчения социальных последствий на предприятии была создана система управления специальными проектами. Были разработаны программы обучения и переквалификации работников, программы увольнения и выплаты пособий. После того, как на станции был подготовлен план решения социальных проблем, каждый работник станции уже знал, остается он работать или будет уволен. Все работники предприятия были разделены на две группы – те, кто остается работать на АЭС, и те, кто будет уволен. Группировка производилась по принципу «быстрее уволить тех работников, в которые смогут найти работу, и сохранить на предприятии тех, кто менее всего готов к самостоятельному трудоустройству». Для принятия решения, к какой группе отнести работника, была разработана специальная бальная система. За стаж работник получал 2 балла. Наличие одного ребенка в семье оценивалось в 4 балла, двух детей – 5 баллов, трех детей – 6 баллов. Возраст более 45 лет давал работнику 2 балла, инвалидность – 1 балл, семейное положение – 2 балла и так далее. В числе первых были уволены работники, набравшие наименьшее число баллов. В результате такой политики работы с персоналом, в первые же годы после закрытия на атомной станции резко уменьшилось число работников в возрасте до 40 лет. Социальный вопрос в процессе снятия с эксплуатации Гнолинской АЭС оказался сложнее, чем решение технических вопросов. Действительно, это сокращение персонала, который строил станцию, эксплуатировал станцию, он тут требовался и вдруг начинает быть невостребован. Здесь эта проблема осложнена тем, что город и станция взаимосвязаны. В Висогеносе проживает почти 100% работников Гнолинской АЭС. Мы объединили усилия с нашими профсоюзами, привлекли наш рабочий персонал, станции посоветовались, и мы были инициаторами разработки принять в Литве специальный закон о социальных гарантиях для персонала, увольняемого в связи с закрытием станции. Еще до принятия закона администрация подписала соглашение с профсоюзами станции, в котором описаны этапы взаимодействия. Сообща была разработана стратегия социальной поддержки персонала АЭС на период закрытия станции. Мы приняли решение о реорганизации станции, то есть начали на базе подразделений станции создавать независимые предприятия. В статусах сначала будет государственный, затем акционерный, и уходить с этими предприятиями пока на контрактные отношения. В результате реструктуризации возникло 5 новых предприятий, которые сегодня работают самостоятельно. Для Швеции социальная проблема не столь актуальна. Страна небольшая, персонал станции 400-500 человек. Потеряв работу на одной АЭС, сотрудники легко найдут ее на другой. Решение проблемы с отработавшим ядерным топливом, а также радиоактивными отходами, является наиболее сложной системной проблемой. Существующий мировой опыт не позволяет гарантировать безопасное решение этой проблемы. На нынешнем этапе развития человечества предлагаются следующие этапы ее решения. Создание долговременного хранилища радиоактивных и ядерных отходов. Сортировка отходов по степени загрязненности и их очистка. Размещение ядерных и радиоактивных отходов в специальных контейнерах на площадке долговременного хранения. Обеспечение контроля за отходами в течение длительного времени и поиски социально и экологически приемлемых технологий их переработки или захоронения. На территории АЭС Грейсвальд было построено промежуточное хранилище для изоляции всех отходов, образующихся при демонтаже АЭС Грейсвальд и Рейнсберг. Кроме того, здесь хранится отработавшее ядерное топливо с обеих АЭС. Общий объем хранилища 200 тысяч кубических метров. Это отвечает потребностям, рассчитанным для всего объема отходов, получающихся в результате демонтажа обоих станций. Этот зал служит для хранения транспортных контейнеров хранилищ типа Кастер, в которых хранится отработавшее ядерное топливо с атомных станций. Если проехать по залу промежуточного хранилища, то можно увидеть весь масштаб и огромные размеры комплекса, который на протяжении последующих 10 лет демонтажных работ будет пополняться и еще 40 лет служить местом хранения радиоактивных материалов. Здесь же в хранилище идет переработка доставленных или находящихся уже на хранении материалов. Весь комплекс хранилища является высокоэффективным производством, которое отвечает всем требованиям, предъявляемым такого рода хозяйственным объектом. За всю историю Гнолинской АЭС отсюда не вывозилось ни отработавшее ядерное топливо, ни другие радиоактивные материалы. Все хранится в действующем хранилище. Оно было построено на период эксплуатации станции. Сухого хранилища для отработавшего ядерного топлива с реакторов РБМК не было. Игнолинская атомная станция стала первой АЭС с реакторами РБМК, где был осуществлен проект сухого хранения отработавшего ядерного топлива специальных контейнеров. Для того, чтобы выгрузить в сухое хранилище все отработавшее ядерное топливо, копившееся за период эксплуатации Гнолинской станции, потребуется около 350 контейнеров. В настоящий момент построено и заполняется хранилище радиоактивных отходов в гранитных штольнях на глубине 150 метров на территории Швеции. Принято решение о захоронении отработавшего ядерного топлива скальных породов на глубине до 500 метров. Есть две альтернативные площадки. Сейчас идет процесс выбора одной из них. После заполнения обоих хранилищ предполагается завалить их скальными породами и превратить в могилу. У жителей городов-спутников АЭС существует опасение социального коллапса, который может случиться после остановки энергоблока. Насколько оправданы эти опасения? Можно ли вдохнуть новую жизнь в территорию, где закрывают атомную станцию? Здесь был когда-то турбинный зал длиной 1 километр. После удаления его оборудования планируется создать новое производство компонентов для судостроения, сварочные цеха. На территории бывшей атомной станции также планируется построить газовую электростанцию. Одновременно с демонтажом станции шла перестройка сбросного канала в современный промышленный порт. В 2003 году день торжественного открытия порта Шкуна-Брик-Грайв стала первым кораблем, вошедшим в новый порт. Сегодня промышленный порт стал реальностью. После окончания демонтажных работ эта территория будет развиваться как промышленный энергетический центр и будет играть важную роль в экономике земли Мекленбург-Северное Померание, но уже без атомной станции. Вывод из эксплуатации станции – это огромное поле деятельности. В зоне Висагинеса планируется создание технопарка в районе бывшей базы строя индустрии, обслуживающей атомную станцию. В этом технопарке планируется производство высокотехнологического оборудования, компьютерные технологии. Как бы ни относились жители Висагинеса к закрытию станции, они понимают, что этот процесс также необходим и требует такой же квалификации и ответственности, как и эксплуатации станции. Если мы хотим, чтобы общественность и в дальнейшем признавала атомную энергетику, то мы должны ей показать, что мы умеем не только строить и безопасно эксплуатировать атомную станцию, но мы умеем их и безопасно закрывать. Никто не будет летать на самолете, если он умеет только взлетать, но не умеет садиться. Простой принцип. Благодаря участию властей всех уровней, атомных экспертов и общественности, вывод из эксплуатации энергоблоков может стать безопасным, а стало быть приемлемым для общества. Так, в Германии на уровне правительства Земли был создан общественный совет для обсуждения и информирования общества о возникающих проблемах при выводе из эксплуатации АЭС и возможных способах их преодоления. Совет возник как инструмент для разрешения возникающих конфликтов и налаживания взаимодействия между участниками процесса. Потом она обсуждала следующий вопрос. Чего-то на нашей АЭС, с Рейнсбергом и АЭС Людмин, все эти крупные корпуса не режут. Если их сейчас на мелкие куски резать, тогда нужно обходить с радиоактивными веществами, которые довольно большая радиоактивность. И наши специалисты тут решили, поскольку это хранище 40 тонн будет до 30-40 лет, пусть лежат. Через 20 лет можно их резать, как обыкновенный листал. Не нужно лишний риск. Вывод из эксплуатации АЭС – это неизбежный, естественный и необходимый процесс в жизненном цикле станции. Накопленный в мире опыт показывает необходимость своевременного и прозрачного планирования этого процесса. Необходимо заботиться о безопасности не только там, где выводят АЭС, но и в местах размещения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. Мы не имеем морального права перекладывать решения проблем, связанных с радиоактивными и ядерными отходами, на плечи будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова